значит ребят сразу что касается нюансов по ее перевозке то есть вот чехол вот так она выглядит ну естественно я уже надувал сдувал поэтому уже с ней работал поэтому она не в заводе вот эта вот штука идеально у меня заходит в багажник ну по крайней мере моего пепелаться вот и тележка обязательно потому что таскать ее в одного здесь примерно вес сейчас вот это как бы шкура лодки а потому что все остальные причиндалы а это банки это собственно весла там насос штатный все это я уже приобрел вот такую отдельную сумочку и естественно буду ну как бы перевозить в ней и таскать ее будет удобнее собственно это же опять же компенсация веса тележка вот это она но это есть тележки вот эти для этих лодок они стоят там 9 я не знаю 8 9 10 тысяч рублей я пока взял на обычном продуктовом рынке вот такую тележку перед написано что выдерживает до 70 кг по факту как бы тележка такая ну прямо-таки скажем хлипковатая но пока ее хватает то есть вот я в одного эту лодку прекрасно могу перевозить вот так вот катать и в принципе ее также потом в гараже и хранить ну и здесь я ее закрепляю опять же так же вот на рынке для этих тележек вот такие вот жгуты двумя руками единственное пока мне не очень понятно как это будет все происходить на берегу берега разные за или на и там трава какая-то туда куда на машине к берегу нельзя подъехать ну посмотрим это все нюансы по крайней мере вот эта телега легкая купленная за 2000 рублей на рынке пока меня выручает то есть она мне пригодилась дальше посмотрим что с ней будет значит идем далее мной сразу был приобретен двухступенчатый насос вот его фирма вот его модель это оказался самый дешевый вообще который только есть поверьте дешевле не будет который я нашел ну вот из китайских насосов компрессорных именно двухступенчатых то есть нагнетание высокого воздуха высокого давления и низкого давления давайте вот по нему прям по ходу дела ну по комплектации тут я не буду это потом посмотрите если кому интересно о некоторых сразу нюансах порядка в общем тоже не дешевые конечно развлечения порядка пяти тысяч но дешевле не будет все остальные аналоги я смотрел там насосы марлин браво вот эти вот все и обзоры на них они все идут уже где-то 8 за 8 тысяч я думаю даже сейчас не найдете там где-то к десятке а то и ну то есть давай от 8 до 15 давайте так вот это за пятеру где-то вы можете найти плюс они не во всех на озоне я покупал не во всех комплектах вкладывают вот этот переходник а это кстати важная штука он работает от прикуривателя автомобильного но также его можно подключить ну собственно через этот переходник его можно подключить как к автомобильному аккумулятор 12 вольтовому так и собственно вот такой у меня есть батарейка я ее вынул из бесперебойника какого-то но она живая я ее зарядил вот и собственно мы ее мы его стационарно ну то есть не стационарно уже где-то не привязаны к машине можем запитать вот индикация пошла не знаю там видно нет это я уже тут выставил меня было выставлено давление в атмосферу ну в барах не знаю там видно этот цифровик не видно вот 20 241 к этому коснемся еще когда накачивать начну то есть вот ребята это это вот прямо мобильность опять же то есть ты не привязана к машине вот с прикуривателем да или там еще каким-то источником у тебя все питание происходит вот от этой батарейки таким образом ты прям можешь где-то на берегу эту лодку надувать вне зависимости от автомобиля что немаловажно он работает как на вдув так и на выдув то есть мою полностью лодку им можем накачать и также полностью воздух из нее выгнать не во всех насосах это есть в общем я им ну уже попользовался понятно что не в боевых условиях на природе но пока полет нормальный все работает давайте сейчас да единственное что вот этот шланг конечно я читал и отзывы тоже думал ну какой жесткий а он реально ребята дубина это просто вот дубовый шланг его надо будет менять потому что вот закручивать его в эти самые клапана очень неудобно он весь перекручивается вместе с насосом ну в общем такой себе прямо наверно какой то есть у меня тут вот шланг от от обычного этого ножного насоса да он такой мягонький ну чем тебя с ним заколхожу точно давайте сейчас уже все я лодку надувать буду им пока так Согласно руководству по эксплуатации, где-то тут я, вот, сборка надувной лодки, заводам рекомендуется накачивать баллоны в следующем порядке. Левый и правый кормовой баллон, то есть сперва левый, потом правый. Нос, носовой баллон и далее надувное дно. Ну и, собственно, указано давление номинальное 0,25 кгсм квадратный, то есть 0,25 атмосферы. Это баллоны левый и правый, носовой тоже 0,25. А НДНД от 0,25 до 0,3, ну, можно 0,3 сделать. С этим еще я вам покажу по этому давлению. Сейчас давайте накачаем. То есть, ребят, почему вот сделал акцент вообще на будущее, в принципе. Всегда руководствуйтесь именно за то, что рекомендует завод-изготовитель. У них все продумано, согласно там солнцу, нагреву, недогреву и так далее. То есть температуре воздуха. Не нужно, кто-то там пишет, надо качать 0,2, кто-то надо качать 0,25, кто-то надо качать 0,3. Не надо качать ни 0,2, ни 0,25, ни 0,3. Надо качать так, как рекомендует завод-изготовитель. Значит, на этом насосе нету 0,25. Здесь вот 0,241 и 0,276. Я, ребят, скажу так. Лучше не докачать, чем перекачать. Вот эта вот разница 0,24 и 0,27, она будет незначительна. Но лучше меньше, чем больше. К тому же, в принципе, там разница небольшая будет от номинального давления. Ну и, собственно, идем, как рекомендует завод-изготовитель. Сначала открываем левое. Ну вот уже сразу, да, хотел показать из допов. Это с завода не идет. Вот это я попросил дополнительно устанавливать. О них расскажу подробнее. Ну, почему говорил, что так. У нас клапан открыт. Клапан открыт. Значит, нюанс касаемо работы всех вот таких насосов с таким принципом. Двуступенчатых. То есть, на первой ступени он низким давлением воздух туда набивает, накачивает. А на второй ступени он перевключает компрессор и начинает высоким давлением добивать до нужных атмосфер. И еще раз. Вот эти вот бары, да, бар. Это, ну, можно сказать, там с сотыми долями это равно атмосфера. Если у вас в паспорте написано атмосфера, считайте, что это одно и то же. Поехали. Все. Пошел наддув первой ступени. Взлетаем. Вот он пошел добивать. Купил я, опять же, на Озоне вот такой вот манометр. Браво называется. Ну, Китай, в общем-то. Собственно, как эти насосы. Браво. Ну и что могу сказать. У меня на вот этом китайском цифровик. Вообще вот эти цифровики, то есть китайские бары, вот эти атмосферы, они врут примерно от нуля до 20%. Это уже, ну, как бы, на основе статистики. А вот эта штука, давайте я вам покажу, чтобы вы не сделали, зря потратили деньги, выкинули вот на такую покупку. А вот эта штука показывает 2 бара, если там видно. 0,21, наверное, где-то она показывает сейчас. Тогда как, по идее, должна быть вот тут вот, близко к отметке 0,25. И причем он будет показывать так везде, на всех клапанах. То есть и здесь, и там он показывает всегда 0,2 бара. Все, ребят, лодку надул. Даже банки поставил для проформы сиденья. Весла нацепил. Ну, смотрите, какая красавица. Я просто настолько рад. Ну, а расцветка, ну, о ней уже, наверное, много обзоров есть. Просто скажу, что она выделяется. Она вот реально... Привыкли мы там к серым, зеленым лодкам, красным. А это вот такой камуфляжик зимний. Ребят, ну, это просто пушка. Я вот... Во, вообще, я такой счастливый. Значит, баллоны, баллоны 52. Они просто огромные. Они просто огромные баллоны. И это же говорит о... Очень классных ее мореходных качествах. Это безопасность, ребят. При этом пассажиров и там тебя забрызгивать не будет с такими-то баллонами. Келеватость там, конечно, превосходная. Я вот сейчас не знаю, залезем. Вон, видно, да? То есть... Это говорит о том, что она для тяжелых условий. То есть для большой воды, в принципе, предназначена. Волна и так далее. Но это мы все еще... Меня немножко смутили. Ну, вот эти вот, как бы, да, ленты наклеены. Она как бы идет вот так. Ну, не знаю. Такое вот решение фабричное. Значит, давайте я вам... Ну, обзоры посмотрите. Если кому-то интересна вот эта вот именно лодка, по ней обзоры посмотрите. Почему еще раз вот выбрал. Вот, допустим, якорный рын, да? Он уже идет с завода. Это все завод. Вот это вот завод. Вот это отдельно установлено. То есть я покупал ручки, вот эти носовые отдельно. И вклеивал. Потому что уже работа проведена большая была. Ну, потому что таскать лодку за, собственно, вот это вот рым-кольцо. Ну, это на трансовых колесах. Это, конечно, жесть. Куда как удобнее взять двумя руками. Камеру держу, не могу второй рукой взять. Вот. И катить ее за ручки. Продаются, опять же, вот такие вот жгуты. Но уже с карабинами. Собственно, и идея-то такая, что с этой штукой можно, например, запросто крепить какой-то шмурдяк, вещи. Бак. Опять же, вот бак 25 литров у меня. Я планирую размещать все-таки в носу. Ну, для лучшей развесовки. То есть, когда мотор будет там, когда ты там будешь сидеть. Здесь, ну, чтобы кобры этой, при выходе на глиссирование, чтобы кобры этой минимизировать, бак сюда. Поэтому его надо будет закреплять. И вот одних этих колец я посчитал, что будет недостаточно. Хотя, вот, ну, сделал заранее. Ребята, лучше больше, чем меньше. То есть, по три штуки. И теперь самое важное. Ну, это пока не самое, конечно, важное, но важное. Так. Это тоже с завода не идет. Это клапаны, стравливающие избыточное давление. Здесь, вот в левом баллоне, там он в правом баллоне клапан. Ну, собственно, они везде. И вот здесь, в дне, по-моему, с завода клапан идет. Вот эти клапаны я, разумеется, сам не ставил. То есть, это на заводе я заказал сразу, чтобы их сделали. Почему я рекомендую, если есть такая возможность, вот, купить лодку на заводе, у завода-изготовителя, на фабрике, сразу попросить у них доустановить эти клапаны, стравливающие, избыток давления. Ну, сами, наверное, думаю, догадываетесь, почему лето, жара, солнце, физика. А тут вот у меня как раз черные части. Да и вообще, в принципе, она не светлая. То есть, все-таки темные какие-то эти вещи, которые-то будет все нагреваться. Естественно, будет повышаться давление внутри баллонах. Ну, лопнуть они, конечно, не лопнут, но нагрузка все равно пойдет. Нагрузка пойдет на вот эти вот все, как бы, детали, эти все элементы. Поэтому, собственно, всячески рекомендую, если такая возможность есть, сразу заказывайте стравливающие клапаны. Не нужно летом где-то беспокоиться о том, а вот не нагрелось ли у меня до критической массы, не взорвется ли у меня сейчас лодка там, да, или... А не пойду ли я с утра, когда температура упадет, температура воздуха и давление упадет в баллонах, не нужно ли мне ее будет докачать? А сколько у меня там сейчас атмосфер? Вот чтобы этого ничего не было, минимизируйте это все стравливающий клапан. Вот, да, чуть не забыл, значит, сажал я это все, вот, ручки, собственно, да, ну, те элементы, на которые самая нагрузка, потом рынокольца всякие, сажал я это все на клей, бостик-виникул, 15-20 называется, с отвердителем десмодур. Я прям это выписал. В общем, ребят, не надо, не слушайте никого, там клей-момент, какой-то лодочный клей, супер там, пупер, бостик-висмодур, этот самый бостик-виникул, я, в общем, оставлю по ссылке в описании под видео, клей и отвердитель. Вот это будет намертво, все, это вы не оторвете, ну, то есть, оторвать, конечно, все можно, но, в общем, это на все пожизненно будет приклеено, и, опять же, при всяких там перепадах температур, солнца и так далее, нагреве, вы уже не будете бояться, что вот это что-то у вас от клея-момента куда-то может соскочить, отлететь, отклеится. Самое главное теперь, ребята, это трансовые колеса, которые я отдельно купил и отдельно установил. Сейчас я по ним вам отдельно еще расскажу. Касаемо их установки, это модель 211А колес, именно для лодок с надувным дном, с НДНД. Вот, и здесь есть нюансы. Да, значит, установка. Здесь я воспользовался каналом, есть такой канал, клуб водномоторников ростовский, так и называется, клуб водномоторников. Канал Сергея Поликарпова, ростовские ребята, собственно, он и занимается этими трансовыми колесами, у него же я и заказывал их. И именно для лодок вот Хантер. Почему? Потому что вот эта модель 211А, запомните, потому что здесь вот эта вот, я не знаю, как она правильно называется, противобрызговая юбка. Собственно, при том, когда колеса мы защелкиваем до конца, она ее не задевает. То есть они ее не задевают. И есть возможность, есть возможность вот так вот даже их тут защелкнуть. И почему я вот этот канал вам рекомендую посмотреть, потому что вот он там показывает, Сергей показывает, как их правильно установить. То есть только вот в принципе с помощью его материала я вот это понял, весь этот процесс, потому что честно, я делал это первый раз. Сверлил, сверлил транец, то есть все эти самые. И я это сделал без разметки. Я это сделал абсолютно без разметки, руководствуясь, руководствуясь его инструкцией, как это правильно сделать. Ну, то есть здесь вот воспользовался просто заводскими элементами лодки и по ним, собственно, как бы это все и разметил. И получилось так, что при максимальном, да, вот здесь вот, то есть когда я их вот сюда максимально ставлю, вот эту вот противобрызговую юбку у меня не задевает. И с мотором я уже естественно проверял, значит, ничего не мешается по полному повороту моторов при их вот таком положении. Поэтому, ребят, всячески рекомендую. Зайдите на канал, там прямо подробно все он показывает, рассказывает, как их ставить. Вот такие вот нюансы. Единственный еще, какой нюанс, вот штатно, штатно, они идут в комплекте с винтом, винтом и гайкой. Вот. Но есть такие пальцы быстросъемные с пружинкой и лепестком таким. То есть для быстрого съема этих колес я их, я их закажу, эти пальцы тоже на Озоне, я видел, продаются вот как раз прямо под эти вот колеса и вместо винта штатного поставлю эти быстросъемы. Ну, пальцы я имею в виду. Потому что, если тебе надо их снять, ну, удобнее просто флажок этот лепесток этот сделал и за кольцо выдернул. Все, колесо будет снято. Берем за ручки и все. Лодка у нас стоит. Звук. Добавляем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой, конечно, у меня походивший Ну, будем обслуживать Будем обслуживать Мы еще походим Еще очень много походим Да, тут находил, нагрязнил Но потом почищу, помою Вообще, по чистке, по мойке этих лодок ПВХ-шных Это, наверное, будет у меня вообще отдельная серия Вот, я знаю, чем там их Да то, что там знать, господи Покажу тоже Мало ли, кому интересно В общем, траты еще сюда предстоят Во-первых, якорь обязательно Якорь с этим якорным тросом Буду сюда его тоже колхозить Показывать Вниз сюда на НДНД Дополнительно ЭВА-коврик Обязательно Они прям есть под разные размеры лодок Это очень классная штука Ну, во-первых, где-то на рыбалке Где-то на рыбалке Когда, допустим, там рыбу Прям в лодку бросил Чешуя слизь вот эта Прям потом его достал И на месте прополоскал Промыл Тут же он моментально высох Но это классная вещь Эти ЭВА-коврики Ну и опять же Вот насчет, кстати Дополнительной устойчивости Опять же, вот устойчивость Это вот у меня первая лодка с НДНД Я, как бы, до этого Я же вам говорил На паёльных Но, мужики Вот все, у кого такие лодки Они говорят, однозначно Вообще никаких вопросов Касаемо стоять, стоя Рыбачить, кидать Вообще, говорит Практически Ну, как бы, да Конечно, это не прям вот твердое дно Но ты быстро привыкаешь И никаких проблем Рыбачить стоя Так что, ну, я буду пробовать Смотреть, что у нас получится Уже на воде в сезоне Сейчас не рестовый К тому же запрет То есть это уже Да, июнь, июль Дальше Лето Пока у нас подготовка Такая Все, ребят Я лодку закатил Обратно в гараж Из баллонов Часть воздуха я спущу И из дна тоже Собственно, в таком виде Она у меня здесь И будет храниться Ну, так рекомендовано Вообще рекомендуется Хранить лодки В полунадутом состоянии И потом уже Перед сезоном Я полностью выкачу Из нее воздух Этим же насосом Кстати, вот Забыл сказать Батарейка, да Вот эта Я замерял батарею Ну, не обязательно Прям такой фирмы Там, неважно От бесперебойника 12,9 вольт было Вот сейчас После полной накачки 12,1 просила напряжения Но я думаю Ее хватит точно На один раз Накачать И полностью спустить Выгнуть воздух На один цикл Точно хватит А насос этот Накачивал В воздух Я тоже забыл Вот этот нюанс Сказать 15 минут Я засекал Там плюс-минус 14,20 Вот так вот Полностью Все Вместе с дном То есть за 15 минут Этот насос С этим аккумулятором Справляется Ну, вот как-то так Разумеется, конечно Это все только начинается Хотел я еще Хочу, планирую Купить мягкие Вот эти Такие сидушки Есть на банке С сумочками Там под всякий Инвентарь Там спас-жилеты И так далее Какие-то есть Вот подставочки Столики Сюда на электроз Для эхолота Сумочки Опять же Еще чего-то Тут-тут То есть Это все Бездонная бочка Это все Только-только Начинается У меня И, естественно Еще траты Предстоят впереди Основное Уже как бы сделано Вот Ребят Я не знаю Вот такая у меня Пилотная серия Получилась Вообще Следующий Я не знаю Если интересно Вы напишите В комментарии Стоит ли мне Дальше продолжать Снимать Вот по лодке Что-то По мотору Потому что По мотору Я заказал Уже запчасти Ну, то есть Там винт Крыльчатка Масла Там все это Хозяйство Вообще Как бы Думал снять Вот тоже Касаемо Его обслуживания То есть Все вам детально Показать Не знаю Пишите Надо ли вам Такое Не надо Продолжать ли мне Снимать Конкретно Вот по водомоторке Потому что Следующей части Уже будут Непосредственно В разделе Там рыбалка Охота То есть Уже где-то На воде Непосредственно Сама красота Сам процесс Атмосфера И там Наверное Вот Касаемо Именно Какой-то Технички И каких-то Моментов По лодке Я уже Не особо Буду рассказывать Поэтому Те кто Меня не смотрел Увидят Там На рыбалке Вот это Не удивляйтесь Собственно Вот такая История Не знаю Ребят Напишите Ну и что Да Мы уже Конечно Готовимся К сезону Скоро У нас Открытие Весенней охоты Будет вам И тайга И охота И Суточкой Посидим С подсадной Вальшин Может быть Тетерева И вот Мы все Ждем Ну гусь Надо на гуся Ехать В общем Все уже готовы Заряжены Мужики В предвкушении У нас уже весна Полным ходом Снега уже нет На полях Разливы хорошие Вроде Гусь попер Будь здоров Белолобик Попробуем Посмотрим Что из этого Получится Большущий вам Ребят Удачи Не пух вам Не пера Охотникам Те кто Вот открывается На охоте Вот Желанных вам Трофим Ну и Пока Ребята Увидимся Всем пока